задача нам нужно перешвартовать лодку мы стоим на понтоне б нужно переставить его на понтон т там приварил к болтику сегодня мы едем по историческим местам израиля библейским до стоит каких-то безумных сумасшедших денег как вы видите вот у меня есть теперь кипа что она означает у нас сейчас стоит задача нам нужно перешвартовать лодку мы стоим на понтоне б нужно переставить его на понтон т танго и вот я сейчас покажу как мы это делаем сейчас ветра нету условия идеальные поэтому запускаем мотор чуть-чуть его прогреваем снимаем швартовые сейчас будем перешвартовываться в другом месте я их не собираю но так все будет валяться проверили воду и электричество все отстегнут вот так все будет вот так все будет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы можете посмотреть, насколько мало места для захода Вот лодка идет Вот у нас скрутка с такселя Вы видите, вот сейчас выкручен вот этот у нас болтик Собственно, болтик Вот, к нему приварили кусочек И его, соответственно, туда выкрутили То есть, нам повезло Мы отделались малой кровью Потому что мы уже сняли парус Я был полностью уверен, что нам нужно будет снимать фурлер Чтобы его там по месту чинить А так как пришел человек и заварил арку То заодно он приварил к болтику Такую штуку И его вытащил Вот, касательно сварки Сейчас я вам покажу, как это выглядит Цена за все это мне обошлось В 200 долларов То есть, вы видите, Израиль совсем не дешевая страна Вот совсем не дешевая Но качество работы хорошее Вот сейчас я вам его покажу Сегодня мы едем по историческим местам Израиля Библейским и, возможно, в Иерусалим Но так как мы сами не решаем, куда мы едем А наши друзья нас возят туда, куда они считают нужным Поэтому то, что будет сегодня, я надеюсь, будет интересно В Марине Герцелии Вот она справа находится Здесь понтоны идут Альфа, Браво, Чарли И она очень большая Порядка 600 лодок Все нумерации понтонов идут практически до конца алфавита Да, Диночка? Должно быть так, Сереженька Если ты говоришь С левой стороны это большой торговый центр И в нем находится куча всяких ресторанчиков, кафешечек и прочего-прочего Вот эти лодки, которые идут с красными флажками Это Сигаль Это фирма, которая обучает шкиперов на яхтах Яхтиные шкипера Ну, наверное И здесь, в Израиле Обучение на шкипера занимает пару лет Два года стоит каких-то безумных сумасшедших денег И шкипером становится не за неделю Как это принято у нас Там куча часов наработки В общем, это очень сложный и очень дорогой процесс Наверное Слушай, судя по ценам в Израиле По-моему, это такое, как пару раз в ресторан сходить Очень дорогая страна Очень дорогая страна Мы сейчас находимся в самом святом месте Вот этот храм, который, по легенде, был разрушен несколько раз И считается, что после того, как он будет отстроен, в третий раз придет Мессия И вот вы видите купол Это то место, которое считается всеми и христианами, и мусульманами, и иудеями То место, где появлялись Мессия Вот, эта территория была закрыта И вот только сейчас нам очень повезло, потому что ее открыли И сюда можно зайти всего лишь один час в день Но эта территория была закрыта И даже местные, которые здесь живут, никогда здесь не были Считается, что верх этого храма контролируется Ну, эта территория подконтрольная мусульманам И здесь нужно, ну, это самое святое место для мусульман Которое соблюдается очень серьезно То есть, если мы посмотрим вот сюда Снизу будет стена Это стена плача, в которую вставляют записочки с желаниями И это святое место для иудаизма И вот мы сейчас находимся на верху этого храма Мы подойдем, я покажу, как это выглядит с края И вот это основная мечеть Но сюда заходить нам нельзя И здесь нельзя молиться То есть, молиться можно только христианам Вот, поэтому, извините, только мусульманам И, ну, в принципе, вот я сейчас вам об этом всем рассказал Сейчас я немножечко покажу И здесь очень серьезная охрана И очень серьезные правила поведения Многие считают, что вот этот храм, он основной Но на самом деле нет Основной храм является вот этот Вот этим маленьким серым куполом, который я вам показывал И вот этот храм, который я вам показывал Но почему люди думают, что это мусульман? Потому что это голод? Проблемо И это в мусульманах А, в центре Здесь можно обратить внимание, что наверху где-то не полумесяц А просто какое-то колечко Что на самом деле очень странно Итак, немножечко истории, что же все-таки это за место было Это третье по важности место в мусульманском мире Первое находится мечеть Медина Второе находится в Мекке И третье находится здесь Это место, которое считается, что пророк Мухаммед вознесся с этого места на небо Его забрал архангел Гавриил, который тоже присутствует в этой религии Соседняя церковь, вот эта с золотым куполом Которая считается одна Вместе с тем, которая с серым куполом Считается одна Там находится местный артефакт Который очень важный для мусульман Water rock То есть, который прикрыт сверху золотым куполом То есть, вы видите, насколько это важное место для мусульманского мира И построена эта церковь была через мечеть Построена мечеть была через 78 лет После того, как Мухаммед вознесся на небо В иудаизме место, на котором стоит мечеть с золотым куполом Считается, что главный рабы приносил в жертву подарки Бога То есть, это также считается место, которое важно для другой религии То есть, вы видите, насколько появляется здесь конфликт между двумя религиями Хотя одно место святое и для иудаизма, и для мусульман Сейчас мы движемся к западной стене Мы идем сейчас к западной стене Мы идем сейчас к западной стене То есть, это место, который очень известный для жюдеизма Это место, который в Жюзераме для жюдеизма Это называется Вестерская стена Это место, это место, которая находится в храме Это место, где находится в храме Это место, где находится в храме И люди glauben, что если вы поставите на землю Есть мужчина, мужчина, женщина и женщина. Можете найти пепель и пепель? Да. Это рекорд. Вы находитесь под чем-то более мощным. Я объяснил, что вы мне объяснили, что это не значит. И вы хотите объяснить, что вы будете писать? А здесь еще нужно писать такие маленькие заметочки и вставлять их в стену, и это значит, что желание сбудется. Что это? Люди живут здесь или нет? Есть некоторые места, где люди живут, и много студентов для молодых женщин. Мы сейчас находимся на базаре. Здесь находится много сувенирных лавок. И в каждой лавке есть что-то, что принадлежит к разным религиям. Например, можно купить подсвечник в иудаизме, можно купить Святую Марию для христианства. Можно купить много для разных религий. Это все соединено в одном магазине. Давай, давай. День работает. Абсолютно. Сейчас мы выходим. Это часть города внутри большой стены. То есть это старый город. И мы заходим в христианскую его часть. Вот его нужно видеть. Сверху выглядывает кусок церкви. И здесь вот священники сейчас выйдут, я вам сейчас покажу. Вот вы видели, да? Здесь в рамках города находятся четыре религии. И город разделен на христианство, на иудеев, на мусульман. Кто из форсов? Ты помнишь? Форсовая религия. Абсолютно. В общем, мы знаем пока только три. Но их здесь четыре. И вот сейчас мы зашли в христианскую часть. И четвертая религия, которая здесь находится, это армяне. Но армяне не христианские, а та религия, которая была до христианства. Вот и получается четыре части города. Четыре религии и четыре веры, которые находятся в одном месте. Точка конфликта. Конфликт-поинт. Четыре религии прямо здесь. А это православная церковь. Самая значимая часть в православном мире. Это находится в христианском квартале. Субтитры создавал DimaTorzok И это находится в христианском квартале. Аталем 12. Субтитры создавал DimaTorzok